Здравствуйте, дорогие товарищи марксисты! Сегодня мы хотим продолжить занятия, посвященные 105-й годовщине образования Третьего Коммунистического Интернационала. Но прежде чем перейти к теме занятий, я хочу еще одну дату вам напомнить, что завтра, 27-го числа, исполняется 176 лет со дня выхода в свет Коммунистического Манифеста, написанного Марксом и Энгельсом. То есть завтра такая вот замечательная дата. Ну а 105-й годовщине Коммунистического Интернационала, официальное его объявление, это будет через неделю, будет 105. Итак, сегодня я хочу предложить вам начать изучать работу Владимира Ильича Ленина «Детская болезнь левизны в коммунизме». Эта работа была написана Владимиром Ильичом ко Второму Конгрессу Коммунистического Интернационала, который состоялся в 1920 году. Работа была написана к открытию этого Второго Конгресса и вручена потом всем делегатам этого Конгресса. Книга должна была помочь молодым коммунистическим партиям найти правильный путь революционной борьбы, исправить ошибки их первых шагов, потому что многие партии были только-только созданы, еще начинали, как говорит Владимир Ильич, первые шаги. Ознакомить коммунистов всех стран с богатейшим опытом большевиков, с их стратегией и тактикой, чтобы вооружить этим опытом братские партии. Важнейшие положения и выводы книги легли также в основу решений Второго Конгресса Коммунистического Интернационала. Ну и теперь, переходя к работе, к самой работе детской болезни и визны коммунизма, я хочу сегодня рассмотреть с вами первые пять глав. Итак, первая глава, Владимир Ильич ее назвал, в каком смысле можно говорить о международном значении русской революции. И здесь он говорит, что первые месяцы после завоевания пролетариатом политической власти в России могло казаться, что громадные отличия отсталой России от передовых западноевропейских стран сделают революцию пролетариата в этих последних очень мало похожей на нашу. Теперь мы имеем уже перед собой очень порядочный международный опыт, который говорит с полнейшей определенностью, что некоторые основные черты нашей революции имеют не местное, не национально особенное, не русское только, а международное значение. Понимая под международным значением, говорит Владимир Ильич, международную значимость или историческую неизбежность повторения в международном масштабе того, что было у нас, приходится признать такое значение за некоторыми основными чертами нашей революции. В данный исторический момент, продолжает он, дело обстоит именно так, что русский образец показывает всем странам кое-что и весьма существенное из их неизбежного и недалекого будущего. Вот такая как бы вступительная глава, это я ее конечно не полностью, а наиболее важной мыслью до вас довожу, как бы предваряющая то, о чем будет говорить дальше Владимир Ильич в своей работе. И поэтому переходим ко второй главе, которую он назвал одно из основных условий успеха большевиков. И здесь он говорит, что большевики не продлежались бы власти не то, что два с половиной года, это вот когда к моменту написания этой работы уже прошло с Октябрьской революции два с половиной года, но и два с половиной месяца без строжайшей поистине железной дисциплины в нашей партии, без самой полной и беззаветной поддержки ее всей массой рабочего класса. То есть очень важно, говорит Владимир Ильич, что дисциплина, важна дисциплина в партии и поддержка массы рабочего класса. И далее он переходит к тому, что диктатура пролетариата есть самая беззаветная и самая беспощадная война нового класса против более могущественного врага, против буржуазии, сопротивление которой удесетерено ее свержением. И могущество которой состоит не только в силе международного капитала, в силе и прочности международных связей буржуазии, но и в силе привычки, в силе мелкого производства. Ибо мелкого производства осталось еще на свете, к сожалению, очень и очень много. А мелкое производство рождает капитализм и буржуазию постоянно, ежедневно, ежечасно, стихийно и в массовом масштабе. По всем этим причинам диктатура пролетариата необходима и победа над буржуазией невозможно без долгой, упорной, отчаянной войны не на живот, а на смерть. Войны, требующей выдержки, дисциплины, твердости, непреклонности и единства воли. То есть диктатура пролетариата, говорит Владимир Владимирович, необходима весь период строительства социализма. Ну, раз необходима дисциплина, то Владимир Владимирович разъясняет и говорит, что прежде всего является вопрос, чем держится дисциплина революционной партии пролетариата, чем она проверяется, чем подкрепляется. И говорит, во-первых, сознательностью пролетарского авангарда и его преданностью революции, его выдержкой, самопожертвованием, героизмом. То есть авангард пролетариата должен обладать вот такими чертами, говорит Владимир Владимирович. Далее, во-вторых, его умением связаться, сблизиться до известной степени, если хотите слиться с самой широкой массой трудящихся, в первую голову пролетарской, но также и с непролетарской трудящейся массой. И, в-третьих, правильностью политического руководства, осуществляемого этим авангардом, правильностью его политической стратегии и тактики, при условии, чтобы самые широкие массы собственным опытом убедились в этой правильности. Вот так разъясняет Владимир Владимирович, чем достигается строжайшая дисциплина и на чем она держится в партии. Вот что хотелось бы до вас довести из второй главы. В третьей главе Владимир Владимирович доводит до сведения коммунистов, участников Второго Конгресса, главные этапы в истории большевизма. Так он назвал эту третью главу. Ну и я коротко до вас доведу, какие этапы в истории большевизма он сформулировал. Первый этап он назвал «Годы подготовки революции». Это 1903-1905 годы. Везде чувствуется приближение великой бури, во всех классах брожение и подготовка. За границей эмигрантская пресса ставит теоретически все основные вопросы революции. Это вот первый этап. Второй этап «Годы революции» 1905-1907. Все классы выступают открыто, все программные и тактические взгляды проверяются действием масс. Невиданная в мире широта и острота стачечной борьбы. Перерастание экономической стачки в политическую и политическое восстание. Практическая проверка соотношений между руководящим пролетариатом и руководимым колеблющимся шатким христианством. Рождение в стихийном развитии борьбы советской формы организации. То есть, вот такие заслуги этого второго этапа. Прежде всего, конечно, рождение советской формы. Третий этап в истории большевизма Владимир Владимирович назвал «Годы реакции». Это 1907-1910. Царизм победил все революционные и оппозиционные партии разбиты. Упадок, деморализация, расколы, разброд, ренегатство, порнография на место политики. Усиление тяги к философскому идеализму, мистицизм, как облачение контрреволюционных настроений. Но в то же время, именно великое поражение дает революционным партиям, революционному классу настоящий и полезнейший урок. Урок исторической диалектики. Урок понимания, умения и искусства вести политическую борьбу. Друзья познаются в несчастье. Разбитые армии хорошо учатся. Четвертый этап. Годы подъема. 1910-1914. Сначала подъем был невероятно медленный, потом после ленских событий, это расстрел забастовавших работников на Лене, расстрел после ленских событий 1912 года, несколько более быстрый. Преодолевая неслыханные трудности, большевики оттеснили меньшевиков, роль которых, как буржуазных агентов в рабочем движении, превосходно была понята всей буржуазии после 1905 года, и которых поэтому на тысячи ладов поддерживала против большевиков вся буржуазия. То есть, окончательно разошлись с меньшевиками. Пятый этап. Это первая всемирная империалистическая война. 1914-1917. Легальный парламентаризм при условиях крайней реакционности парламента служит полезнейшую службу партии революционного пролетариата и большевикам. Но большевики, как говорит Владимир Ильич, большевики-депутаты идут в Сибирь. То есть, в результате их деятельности царист вынужден был их сослать в Сибирь. Это пятый этап. Шестой этап. Вторая революция в России с февраля по октябрь 1917 года. Невероятная застарелость и устарелость царизма создала при помощи ударов и тяжести мучительнейшей войны невероятную силу разрушения, направленную против него. В несколько дней Россия превратилась в демократическую буржуазную республику. Более свободную в обстановке войны, чем любая страна в мире. Вот такие шесть этапов предшествующих Великой Октябрьской социалистической революции в своей работе выделил Владимир Ильич. Далее, четвертая глава. Ее Владимир Ильич назвал так. В борьбе с какими врагами внутри рабочего движения вырос окреп и закалился большевизм. То есть, с какими врагами пришлось бороться. И говорит, во-первых, и главным образом в борьбе против оппортунизма, который в 1914 году окончательно перерос в социал-шовинизм. Окончательно перешел на сторону буржуазии против пролетариата. Это был, естественно, главный враг большевизма внутри рабочего движения. Этот враг и остается главным в международном масштабе. Этому врагу большевизм уделял и уделяет больше всего внимания. Ну, я думаю, что оппортунизм и сейчас является главным врагом для марксизма. Далее Владимир Ильич говорит, иное приходится сказать о другом враге большевизма внутри рабочего движения. За границей еще слишком недостаточно знают, что большевизм вырос, сложился и закалился в долголетней борьбе против мелкобуржуазной революционности, которая смахивает на анархизм или кое-что от него заимствует, которая отступает в чем бы то ни было существенным от условий и потребностей выдержанной пролетарской классовой борьбы. Мелкий собственник, мелкий хозяйчик, испытывая при капитализме постоянно угнетение и очень часто невероятно резкое и быстрое ухудшение жизни и разорение, легко переходит к крайней революционности, но не способен проявить выдержки организованности дисциплины стойкости. Взбесившийся в кавычках от ужасов капитализма мелкий буржуа – это социальное явление, свойственное, как и анархизм, всем капиталистическим странам. Неустойчивость такой революционности, бесплодность ее, свойство быстро превращаться в покорность, апатию, фантастику и даже в бешеное увлечение тем или иным буржуазным модным течением все это общеизвестно. То есть второй враг – это мелкобуржуазная революционность, о котором говорит Владимир Ильич. Далее. Большевизм воспринял при своем возникновении в 1903 году, это второй съезд РСДРП, воспринял традицию беспощадной борьбы с мелкобуржуазной полуанархической революционностью. Большевизм воспринял и продолжал борьбу с партией, более всего выражавшей тенденции мелкобуржуазной революционности. Именно с партией социалистов-революционеров, то есть с СССРами. Они прежде всего выражали вот эту мелкобуржуазную революционность. Эта партия, говорит Ленин, отрицавшая марксизм, упорно не хотела, вернее, пожалуй, будет сказать, не могла понять необходимость строгого объективного учета классовых сил и их взаимоотношения перед всяким политическим действием. Во-вторых, эта партия видела свою особую революционность или левизну в признании ею индивидуального террора, покушений, что мы, марксисты, решительно отвергали. Вот в чем была как бы ультралиционность этой партии, из которой пришлось бороться большевизмом. Ну вот, что из четвертой главы я хотел до вас довести. Остальное сами прочитайте. Он там приводит примеры этой борьбы еще здесь, в этой главе. Но мы на них не будем останавливаться. И далее, пятая глава, это вожди партия, «Класс масса», так называл ее Владимир Ильич. И говорит в этой главе, «Одна уже постановка вопроса, диктатура партии или диктатура класса, диктатура вождей или диктатура масс, свидетельствует о самой невероятной и безысходной путанице мысли. Люди тщатся придумать нечто совсем особенное, и в своем усердии мудрствования становятся смешными. Всем известно, что массы делятся на классы, что классами руководят обычно, и в большинстве случаев, по крайней мере, в современных цивилизованных странах, политические партии, что политические партии в виде общего правила управляются более или менее устойчивыми группами наиболее авторитетных, влиятельных, опытных, выбираемых на самые ответственные должности лиц, называемых вождями». Вот так Владимир Ильич говорит об отношении этих партий масс и классов. И продолжает. «Классы остались и останутся годами повсюду, даже после завоевания власти пролетариатам. Уничтожить классы значит не только прогнать помещиков и капиталистов, это мы сравнительно легко сделали, это значит также уничтожить мелких товаров производителей. А их нельзя прогнать, их нельзя подавить, с ними надо ужиться, и можно и должно переделать, перевоспитать, только очень длительной, медленной, осторожной организаторской работой. Они окружают пролетариат со всех сторон мелкобуржуазной стихией, пробитывают его ею, развращают его ею, вызывают постоянно внутри пролетариата рецидивы мелкобуржуазной бесхарактерности, раздробленности, индивидуализма, переходов от увлечения к унынию. Нужна строжайшая централизация и дисциплина внутри политической партии пролетариата, чтобы этому противостоять, чтобы организаторскую роль пролетариата проводить правильно, успешно, победоносно. Диктатура пролетариата есть упорная борьба, кровавая и бескровная, насильственная и мирная, военная и хозяйственная, педагогическая и администраторская, против сил и традиций старого общества, то есть против капитализма. Сила привычки миллионов и десятков миллионов самая страшная сила. Без партии, железной и закаленной в борьбе, без партии, пользующейся доверием всего честного в данном классе, без партии, умеющей следить за настроением массы и влиять на него, вести успешно такую борьбу невозможно. Победить крупную, централизованную буржуазию в тысячу раз легче, чем победить миллионы и миллионы мелких хозяйчиков. А они своей повседневной, будничной, невидимой, неуловимой, разлагающей деятельностью осуществляют те самые результаты, которые нужны буржуазии, которые реставрируют буржуазию. Кто хоть сколько-нибудь ослабляет железную дисциплину партии пролетариата, особенно во время его диктатуры, тот фактически помогает буржуазии против пролетариата. Ну, нужно сказать, что не выполнив вот это завещание, вот этот совет Владимира Ильича Ленина, КПСС, к сожалению, привела к тому, что и себя оторвала от народа, от пролетариата и позволила уничтожить диктатуру пролетариата. Ну, и заключение сегодняшнего занятия, последняя мысль в этой пятой главе, которую я хочу довести, заключительная, вернее, не последняя, заключительная мысль, которую я хочу до вас довести, это то, что Владимир Ильич заключает пятую главу такими словами. Во многих странах, и в том числе наиболее передовых, буржуазия, несомненно, посылает теперь и будет посылать провокаторов коммунистической партии. Одно из средств борьбы с этой опасностью умелое сочетание нелегальной и легальной работы. Вот на этом я хочу остановиться, с тем, чтобы, надеясь, на следующем занятии мы продолжим изучение. Вот, и на следующем занятии хочу остановиться на таком вопросе, на шестой главе Владимира Ильича, который он назвал, следует ли революционерам работать в реакционных профсоюзах? Вот, тоже интересный, да, важный вопрос, интересный вопрос, который уже тогда стоял, кажется, в начале работы третьего интернационала. Ну, вот, пожалуйста, я закончил, какие есть вопросы, может, что-то уточнить нужно. Давайте крупненько так продвижимся. Вот, смотрите, поддержка партии рабочим классом. Главное, в чем заключалась поддержка в то время, это в том, что представители рабочего класса шли партию, ее члены не подпитывали ее, увеличивали численность. Нет, даже не в этом поддержка заключалась, а поддержка больше всего заключалась в том, что необходимо было устанавливать диктатуру пролетариата. И наиболее сознательная часть это понимала, и то есть произошла, ну, нужно было решить задачу перехода от частной собственности на средство производства к общественной, а это не так просто было. И вот именно поддержка в этом заключалась, именно в переходе, я считаю, так. Ну, и конечно, что рабочий класс наиболее сознательной части шла в партию, но поддержка, не все же могли быть партийцами, а решать задачи строительства перехода от капитализма к социализму, это очень важно массовая была поддержка, не только партийная. Поддержка рабочим классом измеряется в том числе, что и рабочие идут в партию. Ну да, и в этом тоже заключается. То есть наиболее сознательная часть, да, конечно. Хорошо, в этом плане вторая часть вопроса. Давайте пойдем, наверное, по порядку. по поводу мелкой буржуазии, что чем больше мелкой буржуазии, тем тяжелее рабочему классу с ней бороться и тем больше посылов для возникновения капитализма. И соответственно, чем больше капитал разрастается ближе к монополии, тем проще его, так сказать, впустить на благо всего общества. и вот вот эти вопросы. Я понимаю, задавал вопрос лучше, чем ответ будет. Собственно, не связано ли вот этот комментарий с тем, что мы увидели в будущем, когда в позднем Советском Союзе разрешили кооперативы и мелкий частный капитал. И сейчас у нас постоянно, причем не только в нашей стране, многие категористические страны занимаются тем, что пытаются насаждать и развивать малый бизнес и делать все больше и больше мелких буржизии. Несмотря на то, что она все равно потом приходит в состояние крупной буржизии, которая не разоряется. Ну, здесь, конечно, я не знаю, как насколько как ты говоришь, что все время увеличивалась мелкая буржизия, наоборот, в общем-то, с ней неуспешно боролись до тех пор, пока не встал вопрос о том, что вроде как мы все победили всю буржизию, все мелкобуржизные взгляды, и нам теперь больше диктатура пролетариата не нужна, как было заявлено на 22 съезде, и все у нас теперь хорошо, мы обойдемся без диктатуры пролетариата. И в результате, конечно, когда партия перестала обращать внимание на то, что это мелкая буржизия, начала снова возрождаться и поднимать голову, вот тут-то, конечно, и все и произошло. И что мы все-таки вернулись на сто лет с лишним назад, что мы вернулись в капитализм. Вот в этом вся и беда, конечно. Мелкая же буржизия, она не только сама в себе, но и вики всякие. Она сначала была мелкая, ты говоришь, в виде кооператива, а потом... Кооператива, закон о кооператива, который все разрешил. То, что Владимир Ильич почти 70 лет назад на тот момент запрещал и говорил, что это самое опасное для диктатуры пролетариата тенденция создания мелких частных собственников. С этого же и начали, собственно, тем самым и забили ряд людей. Ну, примерно так. Крышку группы советских. Вообще, вопрос, конечно, это очень сложный, но я считаю то, что сама по себе и партия стала, значит, потеряла ну, как бы основу марксизма и оппортунизм в вас забладал. Вот именно в том, что прежде всего отказ от диктатуры пролетариата, хотя марксизм трактует, что до полной победы коммунизма нужна диктатура пролетариата, а у нас еще социализм не был даже толком построен, а мы уже заявили о том, что она больше не нужна. Это вот самая главная ошибка, ну, и это только политическая ошибка, а еще и была экономическая ошибка и сначала при Хрущеве, потом при Косыгине, когда начали как бы некоторые экономические вопросы решать с помощью капиталистических методов, а это, конечно, привело к возрождению капитализма, к сожалению, в нашей стране. Так вопрос, было ли это ошибки, или это был оппортунизм и целенаправленное, так сказать, искривление Ленин партии, что ли, так сказать? Ну, я не думаю, что... Как раз они отошли от ленинских принципов, которые разрушили. Это отход от марксизма, от научного понимания построения социализма и коммунизма. Это не целенаправленное движение, изучение марксизма. Нет, оно не целенаправленное, а это безграмотность. Ну, вот, в учебнике это не остановились, а они делают. Нельзя, да, а то есть не изучали, как следует, марксизм руководители наших партии. Да, и все по фиму школу заканчивали. К сожалению, получилось так, что начетничество это еще не значит, что это дает знание. Это не значит. И дело в том, что как бы начитавшись чего-то, нужно еще сообразовать это с жизнью. А жизнь-то фактически показала, что партия в результате оторвалась от коренных интересов. Так, опять же, поговорим, если читан, то не понят, если понят, то не так. Тогда вот как раз вопрос, третий вопрос был как раз про туризм. Если мы обратим внимание, в этой работе Владимир Ильич очень много... Остерегал, оппортунизм. Да, в том числе и тех партий, с которыми большевики столкнулись в свое время. Это СССР, это Таймич, и, собственно, вся история большевиков показывает, что они не столько и не прежде, скажем, не пополняли свои ряды за счет других партий и объединения, а, прежде всего, подпитывались людьми из рабочего класса, с другими партиями не боролись, ибо их идеи были неправильные. И, собственно, оппортунизм чем опасен, что он потом сегнется не туда, и, соответственно, надо искать поддержку не у других коммунистических партий, по крайней мере, внутри своей страны, а прежде всего поддержку у рабочего класса. Ну, тут вопрос спорный. Конечно, поддержка это когда? Когда партия осуществляет правильную политику, а если руководство партии не владело полностью марксизмом, и эта политика не соответствовала коренным интересам рабочего класса, то так и получался разрыв между массой, между пролетариатом и партией. И все это привело, ну, мой взгляд, во всяком случае, к возрождению капитализма в нашей стране.